Всем привет дорогие друзья, с вами Константин и в этой серии по игре Ark Survival Evolved немного расскажу о предметах быта, которые должны быть у каждого трайба, у каждого трайба, который хочет быстро развиваться и не стоять на месте. Что в этот комплект входит? Начнем справа налево. Это химстол. Химстол работает на электроэнергии плюс бензин. Бензин ложится в инвентарь химстола, электроэнергия подается от генератора, который тоже кстати работает на бензине, через розетку, через кабелек, в химстол. Только после этого появится кнопка включить. Понятно. Химстол. Химстол используется для крафта селитры, наркотиков, цементитной пасты, пороха, все что связано со ступицей. Только скорость крафта в десятки раз выше, чем у ступицы. И из того количества, которое вы в ступице получаете, к примеру, 4 цементитные пасты, нужны столько-то ресурсов. То есть за эти же самые ресурсы в химстоле вы получите 6 цементитной пасты. То есть в полтора раза больше, чем обычно. А ресурсы потратите те же. Причем скорость крафта в десятки раз быстрее. Он позволяет производить порох, селитру, наркотики и все что связано со ступицей в промышленных масштабах. Химстол неотъемливо должен быть в каждом трайбе, который себя уважает и хочет развиваться стабильно. То же самое касается и промышленной дробилки. Индустриальная дробилка. Дробилка нужна в каждом трайбе для чего? Для того, чтобы вместе с химстолом можно было качаться. Метод прокачки безопасно используя промышленную дробилку и химстол у меня есть на канале. Можете посмотреть в плейлисте. Называется «Как быстро и безопасно прокачаться в арксу Вайвол и Волвы». Химстол. Промышленная дробилка работает на бензине. Для чего она нужна? Если какие-то предметы, седла, оптические, оптика на стволы, глушители, которых у вас уже слишком много, они не нужны. Можете сюда забрасывать, включаете, оно все дробит и выдает вам ресурсы из этих предметов, которые вы забрасываете. Эти ресурсы, цементитная паста, полимеры, оно все надо. Ну и основная его задача, конечно, обеспечить вас соломой. Солому фармить... Есть животные, которые хорошо фармят солому, но дробилка их переплевывает в 5 раз. Причем все делается в автомате, и вам не нужно думать вообще об этом. Если есть мамонт, вы набиваете целую гору древесины, потому что мамонт в 5 раз компрессирует ее. На нем набивать древесину вообще очень легко. Есть у меня на канале методы, которые показывают, как лучше набивать какие-либо ресурсы. Забрасывайте сюда всю лишнюю древесину. Тут очень много стаков. И включайте, и забывайте про все проблемы. Пока она работает, идет опыт всем, кто в вашем трайбе находится вблизи дробилки. Плюс у вас фармится в этот момент очень много соломы. А солома в больших количествах необходима для производства больших, огромных каменных ворот. Поэтому без этой штуки вашему трайбу тоже будет невесело. Далее. Вот эта штука индустриальная кухня. Она необходима по любасу. Запитывается она водой сразу из любого источника водоема. Из озера, из речки, из океана. Вот видите, трубопровод. Провел немножко. Чисто показать. И на этот трубопровод ставится кухня. Она не ставится на фундаменты. Вы ее не поставите. Она не ставится на землю. Только на трубопровод. То есть трубопровод можно вывести и поставить на нее эту кухню. И не надо никаких фундаментов. Она будет висеть у вас почти в воздухе. Но для чего же она нужна? Ребятки, если вы когда-нибудь крафтили много-много киблов, кормов для приручения каких-то там динозавров. К примеру, на приручение бронтозавра нужно около 110 кормов. Используя обычные кувшинчики, в которых готовим. Я уже не помню, как они называются. Там на первых уровнях открываются. Вы заколупаетесь тягать эту воду. Кто знает, кто делал, по ним поймет меня. Когда ставишь банок 10 на все слоты снизу. С этими банками забегаешь в воду, набираешься. Бежишь обратно к своей кухне маленькой. Накидываешь туда. А там этих стаков мало. Потому что нужно для приготовления корма и морковка, любые овощи всякие. Нужны ягоды, нужны мясо. Вяленое, невяленое. Короче, постоянно нужно с этой кухней работать. В нее что-то подкидывать, подтаскивать в воду. Чтобы фармились эти корма. А вот с этой кухней про это все можете забыть. Вода здесь постоянно подается. Воду сюда тягать не надо. Вы просто забрасываете сюда овощи. Забрасываете мясо. Забрасываете нужные ягоды. Яйца, которые нужны для производства того или иного корма. И все. Нажимаете, включаете. Работает на бензине. Вот так вот красиво горит. И все. И у вас скорость фарма, то есть скорость производства этих кормов, в десятки раз возрастает. Чтобы произвести в обычной кухне один корм, там по-моему до секунд 20 или 30, я не помню. Здесь пару секунд и корм готов. Минута прошла, у вас готово уже штук, не знаю, 40-50 кормов. Без этой кухни вашему трайбу будет очень тяжело развиваться. Потому что благодаря ей вы сможете сделать все необходимые запасы кормов. У вас все холодильники будут забиты нужными кормами. И в тот момент, когда вы встретили нужное подходящее животное, вы будете готовы к его приручению. Без этой кухни быть готовым к приручению топовых животных у вас не получится. По крайней мере, не всегда. Что дальше? Индустриальная печка. Это вообще не обговаривается. Это должно быть у каждого уважающего себя трайба. Потому что индустриальная печь в десятки раз ускоряет переплавку металла. Производство бензина из нефти. Главное металл, конечно. Потому что любые большие трайбы, в которых много людей, расстраивают себя в металл. Потом уже в ТЭК-технологии из элементов делают высокотехнологичные стены. Но вообще металл. Потому что металл это основа. Камень, дерево, это все понты. Это все легко разбивается. Так вот, чтобы было много металла, вам понадобится индустриальная печка, которая работает тоже на бензине. Вот так вот красиво горит. Набиваете кучу металла. Как это делать? У меня тоже есть видео на канале. Притаскиваете к печке, забрасываете все это дело. Здесь полно слотов. В сравнении с обычной маленькой печкой, вам понадобится их штук 15 поставить. И то все равно не будет такая скорость плавления металла, как одна эта печка. Здесь столько слотов, что можно забросить, знаю, тысяч пять, наверное, сразу, а то и десять металла. Запалить и забыть. Подойти через полчаса, и здесь у вас будет переплавлена целая куча металла. Вы будете его использовать для постройки своих стен, башен и все остальное. А если с маленькими этими париться печками, которые работают на древесине, соломе или там на гелеудильщика, заколупайтесь, убегайте их постоянно вылаживать, залаживать из-за того, что мало слотов. Или если нету гелеудильщика на древесине, они постоянно его стухнуть будут, потому что надо древесину эту подтаскивать, подлаживать. В общем, геморрой еще тот. Всегда стремитесь к вот этим вот штукам. Если у вас две такие печки, то вообще в шоколаде. Вот. И теперь то, что я сейчас скажу, конечно, не относится к обязательному какому-то, потому что не все, конечно, могут себе позволить. Это репликатор, ребятки. Репликатор. Это замена станка и верстака во всех отношениях. Почему я решил о нем рассказать? Это тег-технология, да. Нужны инграммы, чтобы у вас крафтить. Не все трайбы к этому готовы. Все, кто это видит, большинство новичков это смотрят. Конечно, сразу о таком можно и не мечтать. Но я считаю, что я обязан вам кое-что про него рассказать, что вы должны знать. То, что он работает на элементах, это понятно. Любые тег-технологии, даже предметы быта или оружия, или броня, они основываются на знании этих инграмм. Если вы ни разу не убивали ни одного босса, ни с кем, то у вас ни одной инграммы открыто не будет. Вам, чтобы появился репликатор, хотя бы один раз нужно убить ту же паучиху, там, про матерь. Это один из боссов, самый такой, вроде как простой. Хотя бы на легкой сложности. У вас появятся первые несколько игр инграмм, тег-технологии. Одна из них будет репликатор. Ну так вот, если у вас есть эти инграммы, то на ту же броню вы все можете это использовать. А если инграмм нет, даже если вы случайно где-то нашли броню, там, нашли тело бездыханное в этой броне, сняли эту броню, надели, попытались надеть на себя, у вас ничего не получится, вы ее не наденете. Потому что вы не будете знать эти инграммы. Как только вы пройдете боссов на разных сложностях, разных боссов, тогда у вас все эти инграммы пооткрываются, и вы сможете себе крафтить и использовать эти вещи. Тег-технологии. Это что касается Тег. Что касается конкретно репликатора, это то, что он заменяет станок и верстак, это я сказал. В нем все это фармится, седла, там, все эти примочки, все там, оружие, броня, все понятно. Но самая его главная, отличительная черта, он в 12 раз быстрее все производит, это раз. И второе, то, что раньше нельзя было скрафтить, это предметы некоторые легендарного качества. К примеру, у вас есть рецепт платформы на бронтозавра или мозазавра. Но у вас просто-напросто в фабрикаторе или в станке, или в верстаке не хватит слотов, чтобы положить все эти ресурсы. Даже если у вас ресурсы все будут собраны, вы просто не сможете запихнуть его. Вы не сможете также использовать Кастородиуса, это бобер. В нем тоже не хватит веса, пускай там нет проблемы со слотами, но у него не хватит просто веса, чтобы в него все это запихнуть. Вот. И вот разработчики приняли такое решение, сделали репликатор, которого в 600 слотов, в него можно засунуть кучу ресурсов и скрафтить любой легендарный предмет. Это что касается крафта легендарных предметов. Потому что раньше это было проблемой. Прецепты были, а скрафтить возможности не было. Когда находишь уже готовое, конечно, это другое дело, но такое бывает очень редко. Вот. Так. Вот так вот красиво он работает. Полюбуйтесь, ребята. Красота, да? Если его взорвать, кстати, очень мощный взрыв происходит, который вокруг может уничтожить или покоцать все. В большом радиусе. Так что взрывать на своей базе его не рекомендую. Вот так вот, дорогие друзья. Все, что я хотел рассказать. О этих вещах я рассказал. Я считаю, это должно быть у всех, у каждого Трайба. Всем, кому видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. Будет еще много интересного видео. А я с вами буду прощаться. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok